привет братьям белорусам показываю свой технический парк конный вернее экипажи конные вот линейка параконная сделана по специальному проекту как видите передок находится на кругу две рессоры есть специально опора покажи вот опору опора есть которая не дает заваливаться передку также подкрылки гнутые усиленная ребром жесткости хорошие подножки не деревянные металлические сетки специальные сделаны для того чтобы грязь не накапливалась сидим на дрожках дрожки составит из четырех труб которые являются несущей рамой и 4 деревянных палок которые заделаны в подушке линейки видите что внутри внизу поперечная рессора есть это специально для того чтобы при боковом съезде не переворачивался экипаж впереди крепятся парочки от парочек две тяги идут которые помогают передку не заваливаться вниз а как раз за него тащит экипаж пара мулов дышла ну дышла понятно что везде есть такое вверху есть тяга которая помогает также в движении экипажа бричка параконная ничего дивного в ней нет но мы сделали рулевые тяги на дышле специальные металлические у нас в колхозах такие были дышла крепится на металлической рюшки которая должна на одном уровне с рулевыми тягами находиться вот по одному на одной оси чтобы не выворачивала передок когда поднимается или опускается дышла видите чтобы дышла не падала в грязь специально цепь покажи там на каком кольце кольцо поперечная стоит а там болт с проушиной значит задний мод держится на снизках чтобы не выворачивалась во время нагрузки по бездорожью задок не рвала вот пара мулов у нас только что мы косили котилкой коны развезли животным у нас коровы опять коров мы развезли траву и вот мулов выпрягли сейчас перепрягать в линейку будут а то же котилку стандартные от 1962 года выпуска вот сейчас только что и не работали стеблеукладчик снят потому что по длинной в траве посуданки со стеблеукладчиком плохо костю она горнет траву не скажет колеса сами деланы те о которых я говорил в прошлый раз колеса деревянные на горячую одета шина полностью все сделано по науке сами точили ступицы сами делали спицы сами делали обода и шины все одета на горячую колеса не скрипят не болтаются сделаны надежно по вашему принципу сделал пропольник ежик повторил так что можно сказать что вы мне в этом смысле помогли бедарка конная со специальными проушинами для нашильничков здесь проушина специальная для подпузника лошадь у меня была большая крупная полутяж поэтому оглоблеры ставлены широко довольно таки и длинные потому что лошадь была очень длинная смотрим на рессорную систему она сделана по типу советских рессор правда вы уже брали советских экипажных рессор не нашли брали рессоры из москвича автомобиля и их переделывали вот поперечная рессора чтобы боковом съезде не переворачивался экипаж здесь свободная подвеска две проушины крепят 2 серги рессора вот это полная не обрезанная москвичевская а там полу рессорки покажи как они крепятся полу рессорки подрессорники видите сделаны кузнечным методом на горячую покажи с той стороны подрессорники я ящик бедарки отбойник металлический это все из ясеня сделано вырезана красивенько вместо барок вот крючки которые крепятся к профессии подрессорнику вот это тоже подрессорник покажи салон здесь металлический ящик с деревянным дном не плотно доски сделаны для того чтобы в случае дождя все протекало есть зеркала заднего вида чтобы когда едешь по трассе было видно движущийся транспорт сзади подкрылки кожаный салон но сейчас мы не положили сидушку там ящика под сиденьем нет хотя можно было сделать вот этот ящик можно было продлить туда но мы не стали этого делать нужды в этом нет у нас есть на чем возить грузы это двухместная бедарка типовая бедарка которые по типу тех которые делались у нас на галаглинском обозном заводе правда отличие в том что у нас салон сиденья поролоновая и кожа обтянута вот эту келешку